Мы наконец-то вышли из осады, которая продолжалась целые сутки. Конечно, мы потеряли одного из юристов, который вышел и ушел в ОВД за Москворечье. Сейчас, пока даю комментарий, он находится в суде, суд против него и происходит. Мы приехали, мы разделили иски. Отдельно подаем от партии и отдельно от кандидата. Это было сделано для того, чтобы в случае, если все-таки нас всех задержат, юристов, то кандидаты могли сами подать иски. Итого у нас получилось 29 штук. И сейчас я, как уполномоченное лицо Коммунистической партии Российской Федерации, подписываю данные иски и будем, наверное, в ближайшее время их уже окончательно подавать. Мы их не подписывали для того, чтобы в случае, если нас все-таки задержат с этими коробками, мы могли, чтобы не было против нас какой-то доказательной базы и использовалось как документы для того, чтобы нас в чем-либо обвинить. Следовательно, сейчас кандидаты потихоньку подходят к суду. Мы с ними ведем разъяснительную беседу и договариваемся с судом, чтобы вышло уполномоченное лицо, допустим, секретарь экспедиции, которая могла бы принять у нас иски и проставить штамп о входящем. Сегодня, как партия обещала, мы выполняем свое обещание перед избирателями, перед гражданами, сочувствующими, перед всеми лицами, проживающих на территории Российской Федерации, и подаем иск против дистанционного электронного голосования с целью отменить его результаты по территории Москвы, с учетом того, что в Москве использовалась отдельная система, которая, на наш взгляд, была недостаточно прозрачной и не сохраняла таинства голосования, позволяла государство осуществлять контроль за явкой и результатами голосования. Уважаемые друзья, кандидаты в Государственную Думу 8-го созыва от КПРФ приняли решение подать иски в суд на результаты выборов в городе Москве. У нас 31 кандидат, из них 15 по одномандатным округам и 16 по партийному списку. Все иски готовы. К сожалению, здесь не обошлось без противодействия властных структур, этой путинской вертикали, даже на момент сдачи этих исков. Настолько перепугалась, переполошилась в действующий вертикаль этой власти, что поджилки у них задрожали, и они решили сдержать подачу исков. Была практически захвачена приемная первого заместителя председателя Государственной Думы Ивана Ивановича Мельникова, где находились наши юристы и готовили эти иски. И мы должны были еще вчера их подать в комплексы. И одномандатная округа, и плюс партия. Учитывая, что доверенность была дана на двух юристов, Геращенко и Биджева, и возникла опасность того, что этих юристов заберут в РОВД и затем отберут все документы, а время идет, сегодня последний день подачи исков, и была опасность, что мы не сможем таким образом сдать вовремя исковые заявления, а значит, в ладоши будет хлопать власть, радоваться, что сами виноваты, вы не успели, вы не сдали. Но это у них не получилось. Мы в течение буквально суток переделали эти исковые заявления на одномандатные округа, чисто 15 одномандатных округов и 16 по партийным спискам. У нас уже пошел поток, и уже принимает экспедиция наши иски, с улыбкой принимают, девчонки там симпатичные, все нормально, значит, ставят нам штампы о приеме исков, и пойдет само рассмотрение наших аргументов. Мы считаем, что в Москве произошла фальсификация результатов голосования, результатов воли изъявления москвичей было искажено. Массовым порядком, и самым главным массовым порядком, это путем электронного голосования. В электронном голосовании нет тайны голосования, это обусловлено законом. В электронном голосовании, которое здесь делали, не допустили избирательную комиссию к подсчету, это нонсенс. Это все равно, чтобы на любом избирательном участке, в бумажном варианте, взяли всю комиссию и сказали, вон на улицу, под зад пинком, а мы здесь два специалиста, айтишника, посчитаем результаты голосования, вам потом скажем, может потом, через недельку. Это то же самое. Отстранили избирательную комиссию на электронном участке по подсчету результатов голосования, засунули туда двух специалистов, третьего айтишника, и еще Венедиктов, там главный, неизвестно, что за действующее лицо, но главная. Вот прям он главный, самый главный, такой кудрявый весь, но главный. Причем в избирательном законодательстве его статус не прописан, его там не должно быть, просто не должно от слова совсем. Потому что есть избирательная комиссия, он наблюдательный совет, он общественная палата, он общественная организация, и его с этого участка должны были выгнать, сразу, мгновенно взять за шкирку и вышвырнуть этого Венедикта, потому что он там не должен быть. И там же не должны быть специалисты, которые считали, то, что считали, не знаю, из одной пачки в другую перекладывали, так сказать, бюллетени и подсчитывали. Там должны быть члены избирательной комиссии. Все, точка. Это нарушение колоссальное. Более 130 тысяч москвичей не дали возможности проголосовать. Панфилова бегает, как кудахтала, как курочка. Вот, да, мы делаем все, чтобы москвичи и избиратель, где бы он ни был, в подвале, в море, в космосе, могли проголосовать электронно вот это достижение госпожи Панфилова вместе с Единой Россией. Оказалось сознательно, более 130 тысяч москвичей просто не проголосовали. Они хотели, они стучались, они говорили, они писали заявления. Мы их рассматривали на избирательных участках, а им сказали, вот вам, а не голосование. Понимаете? Там все посчитаем. Там Единая Россия обязательно потом выиграет. Потом. А сейчас выиграют представители Компартии Российской Федерации. И мы выиграли. И мы выиграли. И масса еще нарушений. Мы их указали в иске. Мы их указали в иске. И не только мы. Вся оппозиция, которая участвовала в этих выборах, поняла, что, значит, власть пошла на все тяжкие. Власть пошла на то, чтобы уничтожить выборы как институт. Как институт через это электронное голосование. И они делают это с упорством маньяков каких-то. Маньяков буквально. Хотя нифига не понимают, что если мы, они уничтожат институт выборов, и не будет у граждан Российской Федерации, у москвичей, возможности через бюллетень, мирно, изменить ситуацию социально-экономическую, курс поменять, изменить кадры, поменять президента, поменять мэра, поменять депутатов, бюллетенем, то остается у населения. И это в мире, везде. Человечество третьего варианта не придумало. Если не бюллетень избирательный, то улица, то булыжник пролетариата, то плитка Собянина, которая выковыривается легко. Это будет бурление, это будет стычка, это будет схватка, это будет война самая настоящая. Мы, вот Компартия Российской Федерации, мы, кандидаты, настроены очень решительно довести дело, которое мы сейчас затеяли по отстаиванию интересов избирателя, до конца. Ведь самое главное, нам обидно, вот всем обидно, и мне, Рашкину, обидно, что отобрали путем фальсификации мандат депутата Государственной Думы, в одномандатном округе, в частности, в Абуштинске, в 196-й. Меня обидно, жалко, горько, но в тысячу раз обидней, досадней и горче, что избирателя, москвича, убрали из выборной системы и отобрали у него право выбирать депутатов. Вот что самое страшное. А когда у избирателя отобрали это право, тогда два айтишника и исполнительная власть назначают депутатов. А дальше будет назначать в следующем году в Москве местное самоуправление тоже депутатов. А дальше мэра будут назначать, два айтишника, два. А дальше президента в 2024 году. И все это электронное шухер-мухер, вот этот электронный, именно затеяли на то, чтобы, на мой взгляд, в 2024 году совершить очередное преступление, связанное с выборами президента Российской Федерации. Через электронную эту удавку, удавку самую настоящую электронную. Мы категорически против этой системы. Мы категорически за то, чтобы убрать ее из законодательства. Мы категорически за то, чтобы выборы у нас честные были, открытые, гласные, конкурентные. Чтобы именно бюллетенем решался вопрос, кто в Российской Федерации власть. Кто президент, кто депутат, кто мэр, кто губернатор. Именно бюллетенем. А сегодня пошли провокации. Причем силовики, силовики, у которых оружие, на стороне которых закон, который могут хватать, бить, тащить в автозак, через прокурор, в суд, сажать, штрафовать. Они используют этот механизм, государственный механизм, чтобы удушить, задавить оппозицию и не дать возможности добиться правды, справедливости, в том числе и в суде. Если как противодействовали сдаче, даже сдаче противодействия исковых заявлений, потому что эта площадка будет мировая. Суд, здесь мы вытащим на белый свет все их нарушения, все их фальш, всю эту фальсификацию. Мы на весь мир об этом скажем. И этого они боятся. Они боятся, что народ, в конце концов, 100% поймет, кто воры и жулики, и их поганой метлой вычистит из руководящих кресел. Вычистит. Вот этого они боятся. Мы пойдем до конца. Если они пытаются нас запугать, штрафы 10-15 суток. Вон нашему активу уже по конвейеру больше 90 человек выписали протоколы о том, что якобы они, призывая на то, чтобы прийти на встречу с депутатом Госдумы, нарушают законодательство федеральное. Чушь собачья! Вот громко говорю, чушь собачья! Депутат Госдумы имеет право встречаться, где он желает, где его пригласят, и как избиратель сам скажет. Пришли во двор, во дворе, на площади, на площади. Везде в дождь, слякоть, ветер, значит, солнце. Он обязан приходить и проводить эти встречи. Нет, давай вот через это пропускают через суды, штрафы, 10 суток, 15 суток и все остальное. Не запугать нас, вот открыто говорю, не запугать, не пуганные, не надо, не будет этого. Мы пройдем и этот суд, Краснопресненский, мы пройдем и Верховный, пройдем Конституционный. И если, вот просто гипотетически, я знаю, что такое суды в России. Я знаю, что они под пятой одного человека, он сидит в Кремле в кресле. Я знаю, что они зависимы от исполнительной власти, эти суды. Но все-таки есть надежда, что суд будет справедливым. По закону мы требуем этого. Не найдем правосудия в России, обратимся в Страсбург, Международный суд. И там, 100% убежден, докажем нашу правоту, что избиратель должен выбирать власть. А не айтишники через это электронное голосование, которое, в общем-то, в народе уже обозвали лохотроном. Электронным? Лохотроном. Просто самое настоящее. Мы этого добьемся, обязательно добьемся. Наша Родина здесь, наша земля здесь, наши традиции здесь. Мы, законопослушные граждане, но требуем такого же законопослушания от президента, от правительства Российской Федерации, от мэра Собянина, от губернаторов, от полицейских, от судов. Все должны быть равны перед законом. Мы этого добьемся, убеждем. Пожалуйста, мои товарищи, тоже выскажитесь. Я бы дополнил, сейчас наши эксперты, кто находится в технической группе при общественном штабе по наблюдению, сообщили, наши худшие опасения подтверждаются. И, во-первых, тот программный код, который исполнялся, отличается от того, который они выкладывали на обозрение. Там не все элементы программы, которые есть, они показывали, но вот даже то, что показано, оно не соответствует тому, что исполнялось. И те данные, которые могли видеть через наблюдательскую ноду, через программу о ходе голосования, отличаются от данных, которые видели члены участковой избирательной комиссии электронного голосования. То есть, на что это похоже с точки зрения обычных выборов? Ну, на ящик с двойным дном. Вроде бы вот столько бюллетеней, а посмотришь с другой стороны, уже другое количество. То есть, даже те куцы, инструменты наблюдения за электронным голосованием, которым они дали, они обманные. С этой стороны посмотришь, такая информация, с этой такая информация, она другому противоречит. Что еще раз подтверждает, что эти выборы были недостоверные, и поэтому требуем их отмены. 50% избирателей не ходят на выборы. Когда у них спрашивают, почему вы не ходите, они говорят, а все равно власть обманет, все равно сфальсифицирует выборы. Электронное голосование поставит крест на проведение выборов. И последние 50% не будут ходить на выборы. Поэтому необходимо отменить электронное голосование. Отменить по всей России. Необходимо сделать так, чтобы, как сказал Валерий Федорович, выборы были честные. А честные при электронном голосовании не могут быть. Почему? Потому что власть сфальсифицирует их. Контроля нет никакого. Поэтому отменить электронное голосование. Михаил, иди сюда поближе. Давай. Ты у нас в МГУ. Сегодня... Большой ученый. Да, сейчас мы подаем иски. Мы пытаемся отменить результат электронного голосования в Москве, которое очевидным образом было нарисовано и полисифицировано. Но сейчас у властей есть выбор. Либо они окончательно дискредитируют институт выборов, институт, в который люди многие уже давно не верят. Но сейчас они использовали его, чтобы выразить свой протест и несогласие с действиями властей. То есть люди с самых разных взглядов объединились и проголосовали за оппозиционных кандидатов. Поддержали их. Кто-то из-за того, что им близки программы. А кто-то из-за того, что просто хотел дать властям подзатыльник. Если у людей лишить этой возможности выражать свой протест через выборы, то люди не сдадутся. Люди найдут другой способ. Они будут объединяться, они будут взаимодействовать, они будут бороться. И у властей сейчас выбор. Либо все-таки сдать назад, вернуть выборы. А сейчас их у нас украли. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.